Доброе утро. Всем доброго утра, друзья. У нас снова гости. Да, мы часто показываем вам о животных и истории, которые вызывают какое-то сожаление и прочее, и становится немножко грустно. Сегодня совсем другой случай. В наших гостях Дмитрий Кованов, ветеринар, да, с кем он пришел, он сейчас расскажет, кто это. Да, мы пришли с морской свинкой скини. Вот, это такая вот уникальная порода. Они же обычно пушистые. Да, абсолютно верно. Но тут, знаете, что-то среднее между сфинксом, лысой кошечкой, вот, и как раз-таки. То есть морские свинки тоже бывают лысые? Да, конечно. Понятно. Не мерзнет она вот так вот? Нет, что вы, у них температура тела больше, чем, ну, тех же самых волосатых, вот. Поэтому ей вполне комфортно. Ну, и тем не менее, я ее сыгрываю своей любовью и добротой. Так, понятно. А это он, она, кто это? Это девочка, настоящая девочка, то есть хорошая барышня. Как с манерами у барышни, расскажите. Все прекрасно. Любит людей, любит на руки. Вот, сейчас немного стесняется. Да, конечно. У тебя руки теплые? У меня, ну, люди... Потому что скини, они не очень любят холодные руки, я вот не решусь, наверное, подумать. То есть, оттеровательная, конечно. Красота. Похоже на маленького бегемотика. Расскажите историю вашего знакомства. История действительно получилась довольно-таки необычной, потому что ее я взял даже не то, чтобы себе, а скорее своей матушке. То есть, у нее накануне ее дня рождения я искал как раз-таки морскую свинку скини, она меня попросила. И знакомому ветеринару написал об этом. То есть, если возможно, где-нибудь найти ее. И так случилось, что, да, действительно, в Центре реабилитации животных привезли как раз отказница, то есть, из-за лапки у нее проблемы, дерматит, вот, отказались, собственно, поэтому ее и я и забрал. Я увидел ее глаза, на видео мне сняли, все. Дальше вопросов уже не было. Это была любовь с первого взгляда? Да, абсолютно верно. Как у меня, так и у матушек. Как сейчас у нее состояние здоровья? В целом, все стабильно. То есть, ведутся, как сказать, работы, то есть, обрабатывается лапка, даются антибиотики, то есть, чтобы снять и убрать воспаление в процессе. Ну, то есть, у нее светлое будущее, все хорошо? Да, конечно. То есть, лапку мы будем ждать обязательно, если вы сможете к нам прийти еще раз. Здесь вы, да. В здравии и с улыбкой на лице. Да. Это я про Дмитрия, естественно. Вот, то мы обязательно будем вас ждать. Вот, кстати, центр реабилитации... Будешь бегать на перегонки? А? На перегонки будешь бегать с ней? Может быть, почему нет, да? Устроим здесь какой-нибудь конкурс, интерактив, если наша барышня захочет. И напоминаем, что центр реабилитации животных работает при поддержке также 4-го канала. Ребят, ну, обратите внимание, да, какой сегодня у нас замечательный персонаж появился в студии. Между прочим, между прочим, как уже, Саша, ты сказал, поддерживаем центр реабилитации. И у нас, помнишь, была фотосессия? Конечно, я видел эти фотографии. Так вот, многих животных все-таки забрали, и они нашли свой дом, и это очень здорово. Мы очень надеемся, да, что наш вклад, он хотя и маленький, но тем не менее, мы все делаем доброе дело, заботясь о братьях наших меньших. Ребята, помните, мы в ответе за тех, кого приручили. Абсолютно верно. Мы желаем вам успехов, здоровья. И чтобы все было хорошо. За это не волнуйтесь, лично следим, контролируем, чтобы все давалось, все обрабатывалось. Красотка, ты в руках профессионалов. Ты ни разу не погладил. Нет, я готов. Ну, у меня просто руки холодные, а поскольку у меня два сфинкса, я знаю, что лысики, они не очень любят холодные ручки. Благодарим наших гостей, морская свинка с Кинни и Дмитрий Кабанов, ветеринар, который нам ее сегодня представил. Вам желаем отличного дня, хорошего настроения, спасибо большое. Ну и куда сходить, что посмотреть, куда отправиться? Возможно, это будет театр, возможно, это будет кино, возможно, это какие-то другие культурные массовые мероприятия. Давайте смотреть прямо сейчас в культ-обзоре.